Девушки отдыхают Подопечным Андрея Тихонова приехал олимпиец из Нижнего Новгорода. Студенческое братство. Какими методами хотят вырастить новых болельщиков самарского футбола? Казалось, что в поединке 1-8 финала Кубка России у королевсоветов против Казанского Рубина нет ни единого шанса. За казанцев статус средняка, премьер лиги и домашнее поле. Но все-таки подопечный Андрея Тихонова нашли, что противопоставить грозному сопернику. Подробности в следующем сюжете. Матч складывался для крыльев советов. Безвыигрышная серия, которых растянулась на три поединка, непросто. Поначалу гораздо более мощный по составу Рубин создал ряд моментов у ворот самарцев. Однако крылья играли раскрепощенно и контролировали мяч. И на 33-й минуте были вознаграждены за настойчивость. После прохода и подачи Георгия Зотова ударом головой ворота казанцев поразил Сергей Корнеленко. 1-0. Рубин провел несколько острейших атак, однако удача и мастерство Евгения Кунихова всякий раз вручали. Более того, уже во втором тайме крылья смогли удвоить преимущество. Азер Алиев после остроумного розыгрыша у главого переправил мяч в сетку. 2-0. Вышедший на замену в составе Рубина Жамалединов смог подсократить отставание, но и только. 2-1 победа крыльев советов. К сожалению, если в чемпионате еще можно что-то исправить, то в кубке мы уже ничего не сможем исправить. Жалко, конечно, что мы выбываем из турнира хотя бы по игре, но опять это самая проблема реализации. Я наблюдаю за Рубином, мне нравится, как Курбан Бекевич Бердеев работает. Мы с ним общались один раз, поэтому я всегда слежу за Рубином. Можно сказать, что эту команду, может быть, тактику, стратегию, наверное, немножечко я понимаю и знаю. То есть мы готовились к этой команде, к Рубину, поэтому, может быть, какие-то моменты не получилось, может быть, где-то нам повезло в какой-то момент, но это футбол не всегда выигрывает сильнейший. Победа над Рубином стала исторической. Такого успеха в Волжском дерби самарцы не знали с 2004 года. Тогда самарцы добились наивысшего успеха в своей истории, завоевав по итогам сезона бронзу. Теперь крыльев советов в 1-4 финала Кубка России ждет чемпион страны Московский Спартак. Игра пройдет 28 февраля или 1 марта в Самаре. Очередное волжское дерби на мокром металлурге. В гости к крыльям советов приехал Олимпийц из Нижнего Новгорода. Как сложился этот поединок, расскажем далее. Этим поединком самарские крылья советов открыли второй круг в чемпионате футбольной национальной лиги. На стадионе Металлург посмотреть на противостояние с клубом Олимпийц из Нижнего Новгорода собрались чуть больше двух тысяч зрителей. Ожидания от нового Волжского дерби были от шапкозакидательских до скептичных. Погода, мастерство нивелируется и скорее всего будет нулевая ничья. Хотя мы будем болеть. Закрыли, конечно, но я боюсь, что очки сегодня потеряем опять снова. Силы как бы не бесконечны и поэтому с Рубином эта игра как бы нам может помешать. Помешать дальнейшим играм. Так же как с Локомотивом, когда выложились на 150 процентов. Так же и с Рубином. И боюсь, что сегодня будет очень тяжелая игра. После победы в Казани ждем только победу. У нас больше нет выхода. Надо догонять первое место. Енисей ушел на первое место далеко. Отрыв. Только победа. Даже ничья нас сегодня не устроит. Матч быстро, тяжело, но мы все равно победим. Потому что я для этого только сюда и приехал. Я поставил, что мы выиграем с разницей два мяча. Поэтому на другой результат я не рассчитываю. Безвыигрышная серия самарцев. В первом дивизионе к этой встрече насчитывало три поединка. Вдобавок к дисквалификации за перебор желтых карточек отбывал ведущий форвард, хозяев Сергей Корнеленко. На 12-й минуте поле из-за травмы покинуло капитана Ван Таранов. Предварительный диагноз – повреждение задней поверхности бедра и пропуск трех недель. Весь матч шла вязкая борьба. Ее осложняло тяжелое поле и монотонный дождь. Развязка наступила на 88-й минуте. Гости сбили в своей штрафной Данила Кленкина. Арбитр назначил пенальти, и Дмитрий Яченко его реализовал. 1-0. Три очка зарабатывают самарцы. Они сокращают отставание от Енисея до 7 баллов. Матч, я думаю, показали хороший. Ну, конечно, обидно проигрывать в конце. А так выполнили установку. Понимали, что крылья – фаворит. Пытались атаковать, выходить в контратаку. Но, повторю, такие игры обидно в концовку проигрывать. Чтобы в конце, на последних минутах ставить пенальти. Посмотрим. Не знаю, этот судья более явно не назначил недавно. Не помню. Спартаком здесь, видно, решил ставить все. Ну, если мы не забиваем, поэтому мы вот в такую игру играем, понимаете. Когда есть моменты, нужно забивать мячи. А потом вот после этого начинается и крики с трибуны, и все остальное. Потому что футбол – это голы. Понимаете. Вот мы не можем забить, а вот отсюда вот так получается. Есть моменты и с ротором были моменты, и в Воронеже были моменты. Мы их не забивали и проигрывали. И сегодня могли проиграть при счете 0-0. Тоже, когда передача мяч перелетел, нашего защитника, не могли проиграть. Владея мячом, владея там пространством, понимаете, мы не можем забить. Я считаю, что второй тайм контролировали, потому что, я понимаю, тяжело обыгрывать всю команду, когда команда стоит сзади. Вот Рубин столкнулся с нами, тоже проиграл. Локомотив также. Мы также оборонялись всей командой, но при этом еще и умудрились забить. Поэтому всем командам тяжело, когда, если у тебя нет месси, нет таких футболистов, как он, индивидуального качества, очень тяжело взламывать такую насыщенную оборону. Мы можем все, что хочешь говорить. Там пас не отдал, здесь не отдал, там не остановил. Да, это можно говорить. Но это единичные моменты. Повторю, что если мы не будем голы забивать, нам будет очень тяжело выигрывать. Да, может быть, где-то в конце чуть повезло, но, по крайней мере, я разговаривал с футболистами команды «Олимпийцы». Они говорят, что нарушение было. То есть нарушение было, то есть контакт был. Поэтому они говорили еще, игра рукой там несколько раз была в штрафной, там какие-то моменты. Но повторюсь, что они говорят сами, что контакт был. Поэтому, я не знаю, нужно смотреть. Я не видел моменты. Могут быть разные эмоции. Пенальти, оно есть пенальти. Я представляю эмоции Николая Николаевича Пицарева, что на 88-м минуте ставят пенальти. Я прекрасно понимаю его эмоции. Но нужно смотреть записи, что там было. Следующий поединок «Рылья» в рамках ФНЛ сыграет в Курске с местным «Авангардом» 4 ноября. Футболки, билеты со скидкой и фото с кумиром. Как «Рылья Советов» собираются увеличивать болельщинскую базу за счет студентов, узнаете прямо сейчас. 2004 год, когда Самарский «Металлург» был самым посещаемым стадионом всей Восточной Европы, увы, не вернуть. Все славные времена, когда «Крылья Советов» добились наивысшего успеха в своей истории и завоевали бронзу чемпионата России, трибуны собирали свыше 25 тысяч болельщиков в среднем за матч. В этом сезоне, когда подопечные Андрея Тихонова бьются в ФНЛ за право выхода в Премьер-лигу, посещаемость опустилась до самой низшей отметки за всю новейшую российскую историю и составляет в среднем лишь 5,5 тысяч человек за матч. А уже в 2018 году, если все пройдет без эксцессов, первые поединки «Крылышкам» предстоит сыграть на стадионе «Самара-Арена», вместимость которой 45 тысяч человек. Руководство клуба в поиске свежих болельщиков начало глубокую агитационную и просветительскую работу среди самарского студенчества. Для начала лидеров профсоюзов, ведущих вузов, собрали на базе «Крыльев Советов». Конечно, очень приятно, и мы надеемся на вашу поддержку, на организацию, на вашу, то, что вы будете привлекать людей и сами будете все-таки строить новый стадион. Я думаю, он будет замечательный и на него будет просто приятно приходить. Теперь появится возможность получить билет на матч «Крыльев Советов» по предъявлению профсоюзного билета у себя в вузе. Постоянно ребята предлагают куда-то пойти, да, вот именно на такие мероприятия. Я общаюсь с активными студентами, и они всегда спрашивают, есть ли какие-то билеты, либо какие-то скидки. И я думаю, что количество именно от Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики будет довольно-таки хорошая явка. К этому сотрудничеству мы шли долгое время. На протяжении нескольких лет было привезено ряд мероприятий, которые проводились совместно с клубом. Приглашались игроки, проводились различные футбольные турниры. И руководство вузов тоже заинтересовано, чтобы продвигать правильное боление на футбольных студентах. Сейчас общая доля студентов среди болельщиков по оценкам экспертов 20-30%. В перспективе эта доля должна достичь 60% и стать ядром среди зрителей на футболе. Клуб полностью открывает свои двери для тех фантазий и желаний, которые есть у студенчества Самары. То есть мы готовы их совместно реализовывать. А клубу было бы интересно, чтобы студенчество поддерживало нас. Жить только одними результатами тоже нельзя. Надо что-то делать, еще раз говорю. Потому что, может быть, где-то мы и не доработали, поэтому у нас и ощущается пустота на трибунах. И если сравнивать количество онлайн-просмотров домашних матчей и крыльев с реальными зрителями на Металлурге, то там цифра исчисляется десятками тысяч человек. В преддверии Чемпионата мира по футболу руководство клуба решило изменить ситуацию. Первым шагом стали подарки в виде футбола, который получил каждый вуз. Вы смотрели «Тотальный футбол». Спасибо за то время, что провели с нами. Заходите на наш сайт trkterra.ru и увидимся на футболе.